Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброго благословенного утра и, конечно же, покрова, который нужен нам в каждом дне, который нужен нам в каждом месяце, который нужен в каждом месте, где мы живем, где просыпаемся, где ходим, где служим, где трудимся. Везде нужен покров. Сегодня 12 февраля. Это день особый для нас, кто молится за Россию. Это день поста, это день молитвы, это день благословения. Когда мы рассматриваем такую большую страну, как Россия, то кажется, что невозможно по-человечески объемлить эту огромную территорию и вообще даже представить себе ее просторы. Конечно, на карте мы можем это увидеть, и как распространяются границы, и где она с кем соприкасается по этим границам. Да, мы это можем делать, мы это знаем. Но, с другой стороны, чтобы нам побывать там, чтобы нам оказаться там, вот это невозможно сделать без Бога. То, что мы можем отнести к отдельно взятому человеку, то может быть также применяемо к народу, к стране, городу. И так как мы сегодня молимся за страну, то я хочу, чтобы мы с вами помолились псалмом Давида. То, что он говорил когда-то о пастырстве в своей жизни, Господь пастырь мой, для нас, как для страны, сейчас это очень важно, чтобы страна встала под Божий покров, чтобы страна оказалась под защитой возможностей неба. Потому что здесь, в этом псалме, видна разница между теми, кто живет под покровом или нет. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Нам известен этот псалом. «Он покоит меня на злачных пажетях и вводит меня к водам тихим». Посмотрите, люди хотят ни в чем не нуждаться. Люди хотят есть от трапезы Божьей накрытой или вообще трапезы, которая бы их удовлетворила. Хотят пить от тихих источников, а не мутных или невозмущенных. Но есть условия «Господь пастырь мой». И для целой страны это важно. И я желаю, чтобы мы сегодня могли молиться о пастырстве Господа в жизни народа или народов, населяющих Россию. Потому что тогда я ни в чем не буду нуждаться. Тогда приходят перемены, которые по другому пути не придут. И, соответственно, «Он покоит меня на злачных пажетях, вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». У народа есть душа, у страны есть душа, подкрепляет душу мою. И мы знаем, говорят, русская душа, она имеет свои особенности, она имеет свой колорит. И поэтому, когда мы с вами читаем «Подкрепляет душу мою», то я желаю в молитве сегодня с Богом вместе с вами просить о душе русского человека, чтобы она не была слабой, чтобы она не была разорванной, чтобы она не была раненой, а чтобы она была подкрепленной вовремя. «Направляет меня на стези правды ради имени своего». И тогда, когда мы в завете с ним, то и направление мы получаем из его источников. «Если я пойду из долины смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Разные бывают ситуации, и в истории нашей страны их было много таких страниц. Но если Бог с нами, то тогда мы на самом деле под его защитой и покровом. «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Вы знаете, у России всегда было достаточно врагов или недоброжелателей, как минимум. И поэтому в данном случае нам важно, чтобы Бог сам накрывал трапезу ввиду врагов, чтобы Он это делал, исходя из того, что страна встала в правильную позицию перед Богом. «Так благость и милость Твоя досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господне многие дни». Пусть это будет для нашей страны молитвой сегодня, а мы с вами в согласии это сделаем вместе с Давидом. Господь, я благодарю Тебя, что мы благословляем нашу страну. Мы делаем это осознанно. Мы делаем это с пониманием того, что жизнь, которую Ты нам подарил, она нуждается в коррекции, она нуждается в направлении, она нуждается в подкреплении как душа наша, так и образ жизни, так и страна наша. И я благодарю Тебя, что мы сегодня просим, чтобы Твое господство пришло на территорию нашей страны. Не в адрес отдельных людей, не с отдельными судьбами, чтобы у Тебя был заключен завет, но со всей страной, потому что когда-то вся страна принимала крещение и называлась Святая Русь. Верни понимание этой позиции Святой Руси, не формально, а по сути вещей. Слава Тебе за то, что Ты знаешь, как это сделать во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, благословенного дня, благословенного поста и ответов на эту молитву. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»